Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы – ВИЧ и коронавирус. Те, кто внимательно следит за новостями о коронавирусе, в курсе, что в группу риска входят пожилые граждане, беременные женщины и люди разных возрастов с хроническими заболеваниями. Но есть еще лица, которые входят в эту группу. Это так называемые ВИЧ-положительные люди. Врачи надеются на то, что те из них, кто регулярно принимает антиретровирусную терапию, не заболеют коронавирусом вообще. Но пока еще нет абсолютно точных доказательств, что препараты антиретровирусные могут защитить от заражения. Поэтому этой группе лиц, ВИЧ-положительным людям, необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Какие? Об этом и о многом другом буквально через минуту расскажет врач-инфекционист. У COVID-19 есть две стадии – легкая и тяжелая. Легкий период наступает сразу после инкубации патогена и характеризуется он сухим кашлем, температурой, общей слабостью. Если иммунитет у человека крепкий, он победит болезнь и здоровье придет в норму. Если этого не произойдет, наступит тяжелая стадия, которая характеризуется атипичной пневмонии и невозможностью самостоятельно дышать. Учитывая деградацию иммунной системы, коронавирус при ВИЧ нередко протекает в тяжелой форме. Поэтому ВИЧ-положительных пациентов можно отнести к группе риска. Особенно это касается больных, не проходящих антиретровирусную терапию. Итак, сегодня тема выпуска ВИЧ и коронавирус. А в студии у нас врач-инфекционист, как я уже сказала, заместитель главного врача Центра по борьбе со СПИДом «Хелпер». Татьяна Николаевна Ткаченко. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. В начале нашей программы хотелось бы узнать вообще эпидобстановку по ВИЧ в нашей области. На сегодняшний день в нашей области зарегистрировано 4254 случаи ВИЧ-инфекции. Из них 86 – это в 2020 году. Умерло 1287 человек. Из них, нужно обратить внимание, что 86 человек умерли за первый квартал 2020 года. И это люди детородного, трудоспособного возраста. Большая часть этих ВИЧ-инфицированных – возраст 30-40 лет. Это 40%, а возник 30-40 лет составляет. Нужно сказать, что терапию получают все нуждающиеся и кто обратился за ней. Дети у нас, дети все выявленные с диагнозом ВИЧ-инфекции получают терапию. Всего родилось у нас детей 741 от ВИЧ-инфицированных женщин. Диагноз подтвержден у 32 детей. И все они на антиретровирусной терапии. Всего терапию получает 1700 человек. Терапия пожизненная, бесплатная для пациента. В принципе, она доступная. Скажите, пожалуйста, почему ВИЧ-инфицированные являются группой риска? Например, мы уже знаем, что если антиретровирусную терапию получают, то в принципе они частично защищены. А вот те, которые не принимают? По поводу частично тоже большой вопрос. Потому что то, что касается информации о том, что противовирусные препараты, используемые для лечения ВИЧ-инфекции, эффективны в отношении коронавируса, это только речь идет об одном препарате. Это лапиновир, бустированный ретонавиром. Это группа ингипетров протеазы. Более того, рекомендации клинические, которые размещаются официально на сайте Минздрава, они уже имеют пятую редакцию и постоянно меняются. Да, были наблюдения, что эти препараты также влияют на коронавирус. Мы должны понимать, что это все процессы наблюдения, клинических исследований находятся. И поэтому речь в данном случае только об одном препарате. Ведь терапия антиретровирусная подразумевает ряд других групп препаратов. Поэтому нельзя сказать, что пациент, если он на антиретровирусной терапии, то он защищен от коронавируса. Возможно, частично это можно сказать о пациентах, получающих конкретно этот препарат. Почему являются группой риска? Мы понимаем, что ВИЧ-инфицированный пациент, если он с низкими клетками CD4, то он группа риска не только в отношении коронавируса, но и других воздушно-капельных инфекций тоже в первую очередь. Что касается пациентов на антиретровирусной терапии, они получают сейчас терапию, организованную для них таким образом, чтобы для пациентов, которые проживают на территории области, в районах, исключить перемещение в общественном транспорте. То есть выдача препаратов организована таким образом, чтобы они не приезжали в Новгород. У нас существует сеть доверенных врачей, в каждом районе есть врач, ответственный по ВИЧ, за работу с ВИЧ-инфицированными. Он составляет требования на этих пациентов, на лечение, на каждого, и получает препараты в свое учреждение, то есть использует транспорт учреждению. Поэтому это момент исключен. Что касается назначения новым пациентам, антиретровирусной терапии, которые были плановые, назначается терапия, опять-таки, тем людям, которые проживают в области заочно, врача, если ответственный по ВИЧ готовит заочное представление на врачебную комиссию, мы назначаем комиссионно эту антиретровирусную терапию и передаем в район. Что касается пациентов, проживающих на территории города, они посещают наш спеццентр и получают препараты в спеццентре. Даже сейчас? И сейчас, да. И выдача препаратов у нас осуществляется не на месяц, а на три месяца для городских жителей, для областных жителей. В принципе, и на шесть месяцев выдаем препараты, особенно тем пациентам, которые хорошо идут на терапию, без побочных эффектов, эффективностью, иммунологической и вирусологической эффективностью, мы им выдаем на шесть месяцев, чтобы исключить лишнее передвижение в центр. Пациентов с отчетанной инфекцией ВИЧ и коронавирусом у нас таких на сегодняшний день нет. Нет. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, воспользуйтесь такой возможностью. У нас телефон 67 97 67 к вашим услугам. Ну а если вы позволите, я зачту вопросы, которые пришли накануне. И начну уже со второго вопроса, потому что на первый вы уже ответили. Здесь вопрос касался того, опасен ли коронавирус для ВИЧ-инфицированных. Мы уже получили эту информацию. Иван задает такой вопрос, вернее, он пишет, что у него ВИЧ положительный. Не знает, как давно, узнал только месяц назад. Держалась температура 37,7 на протяжении трех месяцев. Отправили к инфекционисту. Он дал направление на анализы, там и подтвердилось. Сдал повторный анализ на какие-то клетки. Результаты не знаю. Должен был идти на прием 7 апреля, но ввели самоизоляцию. Теперь до 30 записи нет. Жена успела сходить до карантина, ей выдали таблетки. Врач сказала жене, что я тоже могу их принимать. Пьем таблетки неделю вместе. Последние три ночи температура 39,2. Сбиваю. Днем температура только один раз была 39,1. Так обычно 37,7, 38,3. Что посоветуете? Может ли быть такая температура из-за начала приема терапии? Можно ли пить жаропонижающие вместе с этими препаратами? Как иначе можно сбить температуру? Начнем сначала. Первое. У нас центр работает. Вообще медицинский учитель не работает. Не совсем достоверная информация. Можно прийти? Не совсем достоверная информация. Наши врачи ведут прием. Ведут прием и запись, сохраненная через колл-центр. И в принципе все пациенты, которые приходят без записи, мы всегда принимаем этих пациентов. Это городской пациент? Город? К сожалению, не указал. Но тем не менее. По любым вопросам всегда врач дает свой рабочий телефон. Он может всегда позвонить, проконсультироваться, что ему делать в каждом конкретном случае. Бланки, информационные листы всегда выдаются. В том числе с указанием этих телефонов у него он должен быть. Он может позвонить своему лечащему врачу. Это первое. Если человек не из Великого Новгорода? Если не из Великого Новгорода, у него есть врач, ответственный по ВИЧ в каждом районе. И как правило, все они знают своих врачей, ответственных по ВИЧ. Если ему терапию назначали здесь, он может позвонить и заведующему отделением, лечебно-консультативным отделом «Центр Хелпер». Что касается температуры. Может ли быть такая температура на начало терапии? Есть такое понятие «синдром восстановления иммунной системы». Он, как правило, проявляется клиническим повышением температуры. Это, как правило, возникает у тех пациентов, которым назначена терапия с исходно низкими клетками CD4. То есть начало терапии может сопровождаться повышением температуры в данном случае. Но опять-таки мы можем здесь только рассуждать, какие клетки у него были. Я думаю, что самое правильное – это обратиться по телефону, проконсультироваться. А можно ли мужу и жене принимать одни и те же таблики? У нас есть семьи, которые принимают одну и ту же схему терапии. И бывает, если, допустим, у них там заканчиваются одного препарата, они, ну, такое бывает, да, если живут далеко в районе. Но это должен назначить врач. Естественно. Это в том только случае, если у них одинаковая схема терапии. Если оба, например, на первой линии, скорее всего, у него первая линия, потому что он недавно назначен. Это возможно. Но информация вот в этом вопросе очень как бы такая... Нужно позвонить. Даже если Иван не из Великого Новгорода... Температура у него может быть связана вообще сейчас, учитывая эпид-ситуацию, вообще с другим, правильно мы понимаем? Да. То есть нужно уточнить, в связи с чем возникла... Всегда у нас есть скорая. Если высокая температура, он может вызвать скорую. Если она в течение нескольких дней, да, никак не сбивается. Следующий вопрос от Сергея. Он пишет следующее. «Принимаю терапию сейчас на вахтовой работе. Нас закрыли на месторождении до 15 мая, а терапии у меня осталось дней на 25. Будут ли последствия, если пить регулярно, но через день? Скажите, как мне быть в этой ситуации? С работы выехать никак не могу». Ну, возможно, Сергей посмотрит нашу программу в интернете. На вахтовой работе, так полагаю, что он... Вахтовым методом иногда увозят, да. Работает где? Насколько далеко? Вероятно, может быть, даже в другом регионе. Ну, у нас есть пациенты, которые на Дальнем Востоке работают, они получают терапию на полгода, планово приезжают и получают на полгода. Это прописано в Новгородской области. По поводу вопроса «принимать регулярно, но через день». Дело в том, что прием препаратов предусматривает либо два раза в день, то есть концентрация препарата должна сохраняться в течение 12 часов, либо раз в сутки в течение 24 часов. То есть не допускается вот это вот пролонгирование. То есть через день принимать нельзя. Таким образом, он может вызвать только развитие резистентности. То есть эта схема терапии перестанет работать. Поэтому чем принимать так, лучше не принимать вообще. Либо оставшиеся таблетки принять каждый день, а потом сделать перерыв. На самом деле в любом регионе есть свои спеццентры. Наверное, можно обратиться все-таки в этот центр, возможно, в какие-то общественные организации. Дело в том, что вся терапия выдается по прописке. То есть здесь вопрос организационный. Либо пациенты наши делают таким образом. Они пишут доверенность на своих родственников. Родственники получают препараты и передают каким-то образом транспортом эти препараты своим родственникам. То есть здесь варианты возможны. Поэтому прекращать, конечно, терапию нельзя. Терапия пожизненная. Пока он принимает, он... Здоров относительно. Но мы об этом всегда говорили, что ВИЧ-инфицированные, которые на ретровирусной терапии, должны каждый день в назначенное время, четко, час в час, минуту в минуту принять это лекарство. Здесь вариант такой, наверное, потому что в другом регионе мало вероятно, что ему выдадут без прописки. Наверное, это вариант, если у него есть родственники, по доверенности получить в центре Новгородском и отправить ему... И найти какой-то вариант отправки. Следующий вопрос от Кирилла. Кирилл пишет, я читал, что некоторые лекарства, которые применяются при ВИЧ, одновременно бьют и коронавирус. В таком случае может ли у человека с ВИЧ развиться тяжелая форма заболевания, вызванного коронавирусом? Опять-таки мы говорили только об одном препарате, это лапиновир, густированный ретонавиром. Может или не может, наверное, скажут нам исследования, наблюдения, которые сейчас ведутся. Понятно, что сейчас много очень вопросов и по терапии, и по вакцинам, но мы все прекрасно понимаем, что должны быть проведены клинические исследования, испытания, да, то есть они должны быть достоверными. Поэтому на сегодняшний день сказать нельзя. Определенно. Будут ли сложные формы или нет. Можно предположить, что если в схеме есть препарат, но с уверенностью вам никто не скажет. Скажите, пожалуйста, а как организована диагностика вот у нас в области? Есть ли какая-то возможность сделать тест здесь, непосредственно в городе или в области? На сегодняшний день диагностика организована следующим образом. Пациент сам лично по своему собственному желанию платно пока сдать анализ этот не может. Значит, подлежат обследованию лица, прибывшие из-за границы, лица, бывшие в контакте с больным коронавирусом. Они все находятся под наблюдением. Их регистрацию ведет Роспотребнадзор, работу в очагах, регистрацию контактных, приезжих и так далее. Этим занимается территориальное управление Роспотребнадзора. Значит, у этих лиц контактных, прибывших, они подлежат забору крови на исследовании. И, естественно, пациенты с клиникой, которым вызывают врача на дом с температурой, с одышкой, то же самое. Значит, забирают анализ. Само исследование проводится на базе лаборатории территориального управления Роспотребнадзора по Новгородской области. И до сегодняшнего дня положительные тесты отправлялись в федеральное управление Роспотребнадзора на подтверждение. Но с сегодняшнего дня это подтверждение не требуется. Лаборатория нашего территориального управления прошла референс-контроль в федеральном управлении. То есть все тесты, которые они отправляли, ложно положительных не было. Поэтому с сегодняшнего дня на подтверждение тесты отправлять не будут. То есть это говорит о чем? Полученный положительный результат нашей лаборатории территориального управления будет считаться окончательным. То есть это сэкономит определенное количество времени по становлению диагноза. А справится наша лаборатория, если количество материалов пока справляется, но планируется привлечь лаборатории и другие, которые имеют ПЦР-оборудование. В настоящее время на базе областной больницы тесты проводятся для медицинских сотрудников. И ближайшее, что планируется, это на базе противотуберкулезного диспансера. Там тоже есть лаборатория. Также ПЦР-оборудование, то есть они могут проводить. Что касается нашей лаборатории, мы работаем, у нас другая группа патогенности, там у нас гемоконтактные инфекции. И мы планируем проводить исследования на наличие антител к коронавирусу. То есть для тех, кто уже переболел или не болел человек коронавирусом. Выработка антител, и для этого анализ крови берется. То есть не мазок, а анализ крови. Это мы можем делать в рамках нашей лаборатории. Единственное, что на сегодняшний день, то есть системы, которые пользуются в России, они могут быть использованы только в научных целях, институтами, а чтобы закупить ОПУ, их не может. До того, пока не появится регистрационное удостоверение на эти системы. Это планируется к концу апреля, началу мая. И мы планируем после этого закупить эти системы, проводить такие исследования. Их несколько. Есть российские производители, есть немецкие, но все они на этапе регистрации. Это будет платный анализ? Это платный для населения анализ. Для тех, кто хочет просто узнать. Возможно, он перенес это заболевание в легкой форме и не знает об этом. Понятно, что большая часть населения переносит его в легкой форме. Это понятно. Даже не обращаясь туда. Формируется, можно клинически это не будет проявляться никак, либо в легкой форме. Ну, во всяком случае, уже знать о том, что ты переболел, и у тебя уже иммунитет выработался, наверное, это облегчит как-то жизнь дальнейшую психологическую. Частично. Скажите, пожалуйста, а нужна ли в Новгородской области специализированная больница для инфицированных? На сегодняшний день в Новгородской области у нас предусмотрено 300 коек. Количество коек рассчитывается и Минздрава от количества населения в регионах. Эти коеки у нас будут базировать, и они уже базируются на базе инфекционной областной больницы, на базе клиники 2. Это то, что вот на сегодняшний день, я думаю, что, надеюсь, что этого будет достаточно. На вопрос специализированной клиники, ну, конечно, не мегаполис, но, тем не менее, учитывая, что, наверное, наличие клинического центра специализированных видов помощи, оно было бы, наверное, актуально. То есть специализированный центр, который размещался бы на единой территории, на единой территории и соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, предъявляемым к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. С единой, например, лабораторно-диагностической базой, которая бы облегчила наблюдение и лечение пациентов. Ну, во-первых, нужно сказать, что наши учреждения, ну, конкретно вот наши учреждения, да, ему здание 250 лет. Требованием санитарно-эпидемиологическим САНПИНу, он 2010 года. Понятно, что мы не можем соответствовать никаким образом этим требованиям, ну, как и большинство, наверное, специализированных учреждений. Но если говорить конкретно о наших пациентах, вот, например, мы должны назначить пациенту с низкими клетками терапию в течение двух недель. Это с одной стороны, да. С другой стороны, у нас есть стандарты, по которым мы должны ее назначить. В этих стандартах ряд исследований, лабораторных, диагностических, ряд консультаций узких специалистов. И пациент уходит куда-то вот в район, где он должен это пройти, у него этих узких специалистов нет в принципе, и он теряется на несколько месяцев. То есть у этого пациента он по записи ждет и так далее. То есть я к чему говорю, что исследования должны быть проведены, и помощь оказана как бы в одном месте. Вот в таком плане, конечно, этот специализированный центр каких-то заболеваний, инфекционного характера, он, может быть, был бы вполне актуален и необходим. Вот так могу ответить. Но будет он или нет, на этот вопрос вы однозначно тоже ответите. Но это на некомпетенции другой. Не можете. Скажите, пожалуйста, мы все знаем уже каких-то профилактических мерах, но, может быть, какие-то особые специфические меры профилактики для ВИЧ-инфицированных существуют? Кроме того, что не бывает в местах массового скопления людей. Каких-то отдельных мер именно для ВИЧ-инфицированных, естественно, нет. У них основная мера профилактики вообще всех заболеваний это наличие антиретровирусной терапии. То есть на терапии пациент, если она ему подходит, если нет побочных эффектов, если она имеет вирусологическую, иммунологическую эффективность, она ему нужна для того, чтобы прожить свою жизнь, как она ему была отведена. То есть это и есть профилактика всех спид-индикаторных заболеваний, в том числе вообще всех других. Это вот если говорить какой-то конкретно для ВИЧ-инфицированных профилактики. В остальном это все то же самое, что для населения. Ну, мы говорим, когда говорим о специфической профилактике, это у нас вакцинация вообще, по идее. Вакцины пока нет. Вакцины пока нет, но тут палка в двух концах. У нас население очень как-то так реагирует. Вот смотрите, вакцина есть гриппа, вакцинация гриппа. Часть населения категорически отказывается прививаться. Тем не менее, нет вакцины от коронавируса и создают какую-то панику и истерику. Где вакцина? Да, где вакцина. Но вопрос, если эта вакцина будет, вы будете прививаться, если вы не прививаетесь от гриппа? Вакцина должна быть в первую очередь безопасной. Для этого должно прийти определенное количество времени, должны быть проведены клинические испытания на людях. То есть должно быть безопасно в первую очередь. Поэтому вакцину, наверное, ждать нужно. Понимаем, что профилактика всех инфекционных забоев большинства. Что касается неспецифической профилактики, это вот все то, чем занимается Роспотребнадзор в первую очередь, на что направлены все меры. И вообще наша система эпиднадзора, она сохранилась еще с советских времен, она очень сильная, только благодаря ей мы не пошли по тому пути, по которому пошли другие страны. Все меры направлены на упреждение. То есть они направлены на то, чтобы предотвратить контакты. И поэтому вот это основное, что можно сказать. Потому что для чего это делается? Понятно, что вирус, он всегда управлял, управляет и будет управлять людьми. То есть он все равно свою нишу займет где-то. Другой вопрос, когда у нас нет контактов. Вот смотрите, если люди заболели одновременно, всей большой части требуется оказание реанимационных мероприятий, то понятно, что система здравоохранения может не справиться. Чтобы не было такой ситуации, когда выбирают, кому оказывать в первую очередь помощь. Если пациенты заболевают медленно, то есть не будет вот этого пика. То есть планомерно можно оказать помощь всем нуждающимся, которым в случае необходимости это будет. Поэтому вот на что направлена вот эта вот изоляция. Понятно. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли, ответили на вопросы телезрителей. Мы сейчас подведем небольшой итог, сказанному ранее в этой студии. Затем вернемся в прямой эфир и узнаем, кто придет к нам завтра. Люди со сниженным иммунитетом находятся в группе риска в связи с коронавирусной инфекцией. Но в первую очередь рискуют пожилые и беременные. Пациенты с ВИЧ при условии своевременного регулярного приема антиретровирусной терапии не отличаются от обычных людей. Те из них, кто принимает антиретровирусные препараты, могут переболеть коронавирусом в легкой форме и даже не отличить его от ОРВИ. У людей с ВИЧ в период распространения коронавирусной инфекции остается тот же период наблюдения, те же меры профилактики и та же ответственность перед обществом. Тема следующего выпуска нашей программы – «Как защитить детей от ОРВИ». К нам в студию придет заведующая отделением детской областной больницы, врач-аллерголог-иммунолог Галина Михайловна Романюк. Готовьте вопросы для прямого эфира, задавайте их заранее. На сайте интернет-издания «53 новости», а также в группе «Скажите доктор ВКонтакте». На сегодня все. Всего вам доброго. Будьте здоровы.